приветствую коллеги ассалам алейкум мир дому вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен тому как открыть файл в режиме только чтение в редакторе вы или вим если вы на месте если вы готовы пожалуйста напишите плюс в чат или в комментарии ну а я буду начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии ну а здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру эти специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высококвалифицированные кадры мастер-класс это новый формат обучения основанный на принципе леонин байдует обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллеги я буду все рассказывать показать объяснять демонстрировать ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше и вообще изменить свою жизнь к лучшему к стабильному прогнозируем улучшему так чтобы не бомжевать поэтому присоединяйтесь к сегодняшнему мастер-классу и так коллеги что же вам сегодня понадобится чтобы успешно выполнить мастер-класс первый важный момент это вам понадобится любой linux вот у меня убунта консоль готовая и как говорится можно уже вводить сюда команды второй важный момент вам понадобится статья с нашего блога статья фактически текстовая версия данного видео соответственно вам не надо будет всматриваться картинку ставить на паузу что-то там листать мотать вы можете по-человечески как говорится все посмотреть и банально сделать control c control и и таким образом освоить данный материал поэтому присоединяйтесь переходите по ссылке открывать их еще раз ссылка в комментарии в чате в описании видео и таким образом вас гарантированно все сегодня получится и так двигаемся дальше говорится давайте начинать самого начала и так запускаем консоль открываем файл файл с помощью редактора vim и так пишем vim дальше я пишу хост с и так вот я открыл файл и начнем с самого главного вопроса как выйти с редактора вы это наверное самый главный вопрос потому что потому что даже есть целый анекдот каким редактором ты пользуйся вы а сколько лет уже четыре года о какой-то молодец что так долго используешь этот редактор да я просто не знаю как с него выйти наверняка вас тоже в жизни была такая ситуация что вы не знали как выйти с редактора вы и так как же с него выйти для этого нужно нажать escape двоеточие да когда вы нажимаете escape вы переходите в командный режим дальше двоеточие и команда qq это выйти и так нажал я вышел но вы скажете что сильно просто до коллеги и что открываем еще раз файл но если вы что-то в файле уже изменили изменили да то есть если файл у вас уже модифицированы например да вот то тогда все намного сложнее дело в том что если вы просто нажмете escape двоеточие q система скажет что у вас есть изменение файле и нужно их как-то сохранить ну или не сохранить так вот возникает вопрос как выйти с редактора вы так чтобы не сохранять изменения для этого нажимаем escape двоеточие q и знак восклицания и пожалуйста я вышел с редактора вы и как говорится нет никаких проблем итак открываем еще раз смотрим да у меня файл действительно вот без изменений те которые я делал и все как говорится вот как 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 обычно да вот вот здорово таким образом коллеги это как выйти если вы случайно что-то там пока целью файле но вот возникает вопрос а может ли сразу открыть файл в режиме только чтение чтобы потом не заморачиваться с этими всякими изменениями выходами переживать вдруг я файл повредил но это может быть какой-то системный файл на там настройки какого-нибудь там рейд массива или еще чего-нибудь да то есть такой вот серьезный файл может быть если вы его повредить эту система может вообще даже не загрузиться поэтому возникает вопрос как же открыть так чтобы было только в режиме чтения и так поехали для этого вот в статье здесь это все детально расписано это мы будем использовать команду view и так пишем view view впишется дальше название файла host с и нажимаю enter и пожалуйста я открыл файл в режиме только чтение мне об этом собственно говорит надпись вот здесь вот внизу где написано ряд оуле это означает что только для чтения что важно то что если вы захотите перейти в режим вставки я нажимаю insert и захотите сюда чего-нибудь напечатать то посмотрите мне система выдает предупреждение дачу вак ты делаешь какие-то изменения но но ченджин из рида он ли файл да то есть ты пытаешься изменить файл только для чтения соответственно если вы нажмете дальше escape напишите q то опять таки будет ошибка до ошибка то есть потому что есть изменения в файле дальше если вы нажмете escape q знак восклицания только тогда вы сможете выйти из этого самого файла в котором вы чё-то там поменяли но тем не менее еще раз защита как говорится сработала да то есть режим view он все-таки предупреждает что вас файл только для чтения и так идем дальше значит следующий вариант как можно это дело все вот да вот возникает вот статье дальше написано как сделать принудительную запись и так коллеги бывает такое что вы открыли через команду view в режиме только чтение но 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 так уже получилось что так уже получилось что у вас здесь вот все хорошо да вы написали там true true лололо например true лололо вот сюда все как бы здорово все хорошо файл вы не покоцали можно ли его сохранить можно ли сделать принудительную запись да как делаем escape двоеточие дабл и знак восклицания в дабл это в райд до в райд нажимаем enter и мы пожалуйста видим что мы перешли в запись у нас выполнена в райден вот столько-то символов у нас записалось да здорово ну а дальше как обычно escape q и пожалуйста наш мы вышли с этого самого режима только чтение то есть при необходимости вы можете перейти и сделать все-таки запись поехали дальше это была нас команда view ну а теперь можно ли использовать редактор вим сразу в режиме только чтения до коллеги можно для этого мы будем использовать опцию минус а большое и так пишем вим дальше минус а большое ну и название файла хостесы пожалуйста я открыл точно так же в режиме только чтение пожалуйста мне об этом вим и говорит ряд он ли ряду ли да тоже так вот можно вот это дело все открыть но опять таки то есть если вы тут что нибудь измените вот то посмотрите вот при попытке выйти будет ругаться да и соответственно нужно вот вот как-то выходить через двоеточие кю знак восклицания да то есть вот таким вот образом это дело все выходить дальше вы скажете а может ли быть какой-то режим где мы вот и менять ничего не сможем чтобы нас потом система и ничего не спрашивала до коллеги для этого необходимо использовать опцию минус м ну или м большое мне больше нравится опция минус м большое потому что у вас будет отключена и функция модификации и функция записи да то есть вот вы прям все отключите и как по мне это очень здорово и так давайте тренируемся вим дальше минус м большое и название файла хос и т.с. нажал enter вот дальше попытаюсь что-нибудь здесь вот изменить посмотрите функция модификации в модифейбл из ов дальше я попытаюсь принудительно записать escape дабл знак восклицания нажимаю enter мне система что говорит что в райт из дизайблы да то есть отключено все это дело ну и соответственно я не могу ничего изменить могу только только это дело все читать вот вот такая вот интересная штука и так выходим полностью значит двоеточие кюм вышли до нас пожалуйста система выпустила здорово здорово едем дальше значит давайте мы открываем файл классическом режиме да то есть вим то есть в режиме редактирования дальше название файла я нахожусь в режиме редактирования ну например я вот взял и что-нибудь здесь вот изменил да изменил изменил вот дальше сохранил escape двоеточие дабл сохранил и возникает вопрос а можно ли после того как я подредактировал сохранил перейти в режим только просмотра только чтение можно ли такое сделать да коллеги можно сделать этого для этого ставим пиши нажимаем escape двоеточие и делаем view и его view пожалуйста я перешел в режим только чтение соответственно если я попытаюсь что-то сделать опять мне система говорит что файл только для чтения понятно да то есть вы можете подредактировать файл а уже потом перейти в режим только чтение и так двигаемся дальше выходим escape двоеточие q и я вышел здорово да давайте откроем еще раз и посмотрим что же произошло да действительно я удалил лишние две строки ну и вот вышел с этого файла здорово значит escape двоеточие q вышел полностью и так коллеги если вы освоили режим только чтение причем различные варианты перехода в этот режим только чтение пожалуйста напишите цифру 1 в чат или в комментарии это означает что вы супер супер купер молодец но мы движемся дальше следующая фишка ну или лайфхак которым я хотел с вами поделиться это рассказать о том как открыть вкладку в режиме только чтение то есть оказывается в редакторе вы и кто не знал до сих пор вот рассказываю в редакторе вы и время есть режим вкладок и таким образом вы можете взять и все это дело использовать для именно редактирования или например переключение между вкладками или сравнение этих всех вкладок то есть вот таким образом это можно использовать и так движемся дальше значит открываем файл для редактирования то я вот хочу открыть файл вим хост с и который у меня находится в домашней директории вот он ну а дальше я хочу открыть еще одну вкладку где я буду которая будет открыта в режиме только чтение для этого я нажимаю escape нажимаю там двоеточие пишу tab tab ну а дальше с view с view вот и дальше указываю путь к тому файлу который будет у меня открыть в режиме только чтение это файл слэш етк слэш хост с хост с и нажимаю enter и вот пожалуйста у меня открылся второй файл хост с и причем в режиме только чтение вот пожалуйста левый нижний угол об этом говорит значит как понять что у меня здесь вкладки очень просто вверху вверху вот посмотрите у меня есть вот один хост с и верхний левый угол угол и 2 хост с и дальше чтобы уже было очевидно что у вас здесь есть вкладки нужно нажать escape двоеточие и написать тапс тапс и вот пожалуйста мне вим отвечает что у меня в первом тапсе находится файл хост с и а во втором файле во второй вкладке находится файл етк хост с и понятно да и вот пожалуйста у меня вкладки есть таким образом это эта вкладка и тк хост с и у меня чисто для просмотра да я тут не могу что-то там менять вот а первая вкладка у меня работает в режиме редактирования и так как же переключаться между вкладками для этого нужно нажать escape двоеточие там н-тап н и пожалуйста я перешел на другую на первую вкладку да дальше если мне нужно вернуться назад на предыдущую вкладку escape двоеточие там п птп и вот пожалуйста я переключился да то есть вот это вот это вот переключается если вы посмотрите еще раз вот вот смотрите я выделил дам теперь верхний левый угол наблюдать и итак нажимаю escape tab n видите переключилась да вот это стало светлее левое правое стало более темным переключаемся обратно escape двоеточие там п опять таки видите фон поменялся то есть вот эта вот штука у меня менялась цветом таким образом я переключался между вкладками ну чё дорота можно еще одну вкладку открыть при необходимости еще раз escape двоеточие там ну а дальше можно можно открыть какой-то файл который вы там хотите редактировать значит ну как у меня там файл есть для редактирования значит давайте посмотрим что у меня тут то есть домашней директории вот у меня и здесь файл баш рц до баш рц соответственно и давайте я его вот так вот вставлю и вот пожалуйста теперь у меня уже три вкладки до 2 3 вкладки вот здесь это дело все вот отображается верхний левый угол отображается да то есть меня третья вкладка в режиме редактирования можно ли перейти в режим только чтение до коллеги точно тоже что я вам показывал перед этим нажимаем escape двоеточие view view да вот так вот опа и пожалуйста то есть у меня первая вкладка значит переключаемся между вкладками топ топ н вот я переключился на первую вкладку она у меня в режиме редактирования да то есть я вот могу сюда что-нибудь вносить какие-то там комментарии писать тро ло ло вот дальше вторая вкладка у меня там там н идем дальше да она у меня чисто в режиме чтения до видите не дает мне вставлять ну и третью вкладку топ н я переключил ее тоже в режим только чтение видите вот мне система говорит ряд оудли файл вот такая вот интересная штука здорово да то есть вы можете использовать вкладки переключаться между ними копировать текст вставлять и соответственно находиться в режиме только чтения и благодаря этому ничего у вас не повредится и ничего не потеряется еще раз посмотреть какие вкладки есть escape двоеточие там бы с и табы с и вот пожалуйста там один там два топ 3 все это дело есть ну и плюсик горит напротив активной вкладки то есть на тот который вывод над которой вы вот 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 доплю не не активно активно вкладка у нас там еще раз активно активно вот это получается там третье это видно еще раз в слева вверху вот здесь вот вот таким образом коллеги это дело все переключается но и удобно на самом деле можно пользоваться и так коллеги если у вас получилось разобраться с вкладками как у меня пожалуйста напишите цифру 2 в чат ну или в комментарии двойку это означает что вы супер-пупер молодец ну а если для вас был сегодняшний мастер-класс полезен если вот вы для себя что-то нашли новое интересное пожалуйста оцените его лайком нравликом впадо байкой ну или просто поставьте палец вверх но если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем девопс дэвнет коллеги я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания вот так вот формате ленн байдуин соответственно я делаю вы за мной повторяйте вас железобетон на все получается на выходе вы получите скидку на международную сертификацию международные сертификаты и что важно мы помогаем с трудоустройством в большие международной компании в этом коллеги присоединяйтесь будем двигаться вперед развиваться всех все получается просто берешь делаешь есть результат ну а на этом все ассалам алейкум мирному вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если что-либо вас не получается пишите комментарий под видео пишите на почту нашу пишите в мой личный ватсап все что в наших силах мы все будем помогать на этом все до свидания